Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика Лоузит. На очереди у нас глава одиннадцатая. Ох, на очень непростом моменте мы остановились, и думаю, что глава будет очень-очень сложная. Но, тем не менее, поехали. Напоминаю, что фанфики — это придуманные истории. Все герои и события вымышлены. С настоящими людьми этих героев связывают только имя и внешность. Ну, а теперь поехали. Обо всем поговорим в конце озвучки. Хасок подносит ложку с овощным супом к рту, из-под лоби наблюдая за сидящим напротив Намджуну. Его парень непривычно бледный и выглядит слишком нервным. Избегает его взгляд, то и дело хмурит темные брови. Намджуну никогда не удавалось скрыть свои эмоции. Но в этот раз он, кажется, даже не пытается, полностью погрузившись в свои мысли. Хасок глотает суп, отламывает себе кусочек булочки и сминает ее в пальцах, ненавязчиво интересуясь. Что нового на работе? Намджун вздрагивает, как будто Хасок внезапно заорал и не задал стандартный вопрос. Игулка сглатывает, как дык под кожей, ходит ходуном. Хасок терпеливо ждет ответа. Он знает его, как свои пять пальцев, знает, что делать, когда Намджун что-то скрывает, и знает, как дожать его, чтобы он выдал все, как на духу. — Все хорошо, — запнувшись, мямлит Намджун. Хасок продолжает невозмутимо есть свой суп, цепляясь взглядом за нетронутую порцию парня. — Невкусно? — спрашивает он, и Намджун моргает пару раз, как будто не сразу понял вопрос. — Нет, вкусно просто. — Я сегодня потратил столько времени и денег в магазине, чтобы ты ничего не съел, — сокрушенно говорит Хасок, подпирая щеку ладонью. И каким-то образом понимает, что он нажал на нужную точку. Намджун весь сереет, распахивает глаза, и из его вилки, которую он подносит ко рту, падает кусочек кимчи. — Хасок, а? — неуверенно бормочет он. И Хасок поднимается, хватая своего парня за плечи и наклоняясь над ним. — Намджун чуть отстраняется, но не решается отвести взгляд, пока Хасок будто в душу ему смотрит. — Или ты рассказываешь мне сейчас, что с тобой стряслось? — ласково говорит ему Хасок, и губы Намджуна начинают подрагивать от страха. Хасоку становится его жалко, сразу хочется поцеловать, успокоить, но Намджун никогда не паникует просто так. Значит, произошло что-то действительно серьезное, значит, Хасоку необходимо узнать, что именно. — Или я узнаю сам, и методы мои тебе не понравятся. — Я не один из своих заказов, нечего мне угрожать, — бурчит Намджун как-то не особенно смело. Хасок прищуривает глаза, и парень вздыхает. — Хорошо, возможно. Возможно, я сделал кое-что глупое. — То есть я не считаю это глупым, я бы в любом случае поступил так, но пообещай, что не будешь злиться на меня. Хасок вздыхает, разводя нервно сцепленные ладони Намджуна в стороны и усаживаясь ему на колени. Мягко погладив его по щеке, он заглядывает ему в глаза. — Я не могу злиться на тебя, Намджун, — вкрать его произносит он. — Ну, я могу помочь тебе, ты же знаешь. Но для этого ты должен сказать, что случилось. Намджун обеспокоенно закусывает полную губу и берет тонкие ладони Хасоков свои, принимаясь перебирать худые пальцы, чтобы собраться с мыслями. Сбиваясь и взволнованно дыша, он рассказывает сосредоточенно слушающему его парню, что произошло с ним в клинике. Его голос срывается, когда он пытается объяснить, что почувствовал, когда представил, что Хасока могут убить. Хасок едва сдерживает дрожь от ярости, наполняющей его, когда он думает о том, что эти мрази были так близко к его парню. Посмели шантажировать его, угрожать ему, пользуясь его любовью к Хасоку и безграничному страху совершить ошибку. «Я не мог поступить по-другому, понимаешь?» отчаянно шепчет он, прижимая прохладную руку Хасока к шее. «Если с тобой что-то произойдет, я просто с ума сойду». «Ох, Намджуна!» — качает голову Хасоку, тыкая с носом в висок своего парня. «Того так легко манипулировать!» «Плевать мне!» — хмурится Намджун немного зло. «Это все ваши стихионом мутные дела. Занимался бы ты и дальше танцами!» «Не нашли бы мы деньги, чтобы ты мог продолжить обучение в университете!» жестко обрывает его Хасок. Намджун отпускает его ладони и отворачивается. Хасок смотрит на мягкие линии его профиля, смотрит на гладкую щеку, на которой нет ямочки, потому что Намджун не улыбается. Когда-то давно, много лет назад, он увидел Намджуна, выходящего из университета. Тот смеялся над чем-то со своим другом, высокий и нелепый, и его ямочки были такими милыми, а улыбка такой широкой, что Хасок почувствовал, как что-то внутри него сначала оборвалось, а потом резко взмыло ввысь. Они начали встречаться через год после того, как раскованный Хасок подошел к нему прямо на улице, чтобы познакомиться, потому что Намджун все никак не мог догнать, что Хасок не дружить с ним хочет. С тех пор много воды утекло, многое поменялось в их жизнях, но одно осталось неизменным. Он любит Намджуна все так же сильно и будет любить, наверное, до самой смерти. И его пугает, что Намджун тоже может любить его до смерти, потому что видит Бог, Хасок встретит свою смерть намного раньше. Ему хотелось бы, чтобы Намджун отпустил его и продолжил жить дальше, если с ним что-то случится. Но он знает, что младший будет держаться за него, за воспоминания, за прошлое, и это заставляет его бороться за свою жизнь всякий раз, как он находится на волоске от смерти. В любом случае, недовольно произносит Намджун, что нам делать? Хасок, не сдержавшись, проводит пальцами по волосам Намджуна, ласково приглашивая пряди, а потом встает с его колен. Я поеду к Тихёну. Нет! Тут же вскидывается Намджун, хватая Хасока за тонкое запястье. Они сказали... Чисто технически ты не нарушил их условия, пожимает плечами Хасок. Тихён ничего не узнал. Узнал я. Хасок! Намджун умоляюще сдвигает брови к переносице. Если с тобой что-то случится... Всё будет в порядке. Успокаивает его Хасок, а потом улыбается. Поцелуешь меня напоследок? Намджун качает головой, но всё равно поднимается, обнимая Хасока за талию, притягивая к себе. Он пару мгновений всматривается в его лицо, такое нежное и красивое. Он всегда сходил с ума от этих тонких линий, светлой кожи, чёткого изгиба розовых губ. Хасок как будто был создан специально для него. Иначе объяснить своё обожание он не может. Он поднимает руку, касаясь кончиками пальцев щеки, проводя вверх по скуле и заправляя прядь волос за ухо. «Я люблю тебя», говорит он, и старший облизывает губы. Намджун склоняется к нему, мягко его целуя, и в груди у него утихает беспокойство. Он доверяет Хасоку, и если он сказал, что всё будет в порядке, значит, всё будет в порядке. В конце концов, из-за него у Тихёна теперь проблемы, и помочь уладить их меньшее, что может сделать Намджун. «Звони мне, если что-то случится». «Обязательно», кивает Хасок, потираясь своим носом о его. «Я пойду. Люблю тебя». Намджун смотрит, как он скрывается в коридоре, а спустя мгновение слышит хлопок входной двери. Устало вздохнув, он принимается убирать грязную посуду со стола и думает о том, что надо будет к возвращению Хасока наполнить ванну. Им обоим нужно расслабиться. Хасок паркует машину возле дома Тихёна, взбегая по лестнице вверх и проходя по открытому коридору к нужной квартире. Дверь распахнута. И только это уже означает, что он опоздал. Ильхён побывал тут раньше. Хасок сосредоточенно сдвигает брови к переносице, доставая из-за пазухи пистолет и удерживая его перед собой, когда проходит внутрь, локтем включая свет. Их с Тихёном вряд ли можно назвать друзьями, но помимо Намджуна, Тихён был самым близким человеком для него. И он определенно не хотел бы, чтобы его убили. Особенно, если причина смерти – подстилка юнги, из-за которой Тихёна как будто башню снесло. Тусклый желтоватый свет освещает замызганный коридор и бессознательного Тихёна, лежащего чуть в стороне напротив входной двери. Сердце Хасока пропустило удар, но он сохраняет хладнокровие, присаживаясь возле него на корточке и нащупывая двумя пальцами пульс на открытой шее. Сердце Тихёна бьется ровно и громко. Он просто без сознания. Хасок облегченно выдыхает, только и сейчас осознав, как был напряжен все это время. Быстро пройдя по квартире, чтобы убедиться, что она пуста, он возвращается к нему. Спрятав пистолет за пояс джинсов, Хасок обхватывает пальцами подбородок Тихёна, поворачивает его голову, чтобы осмотреть затылок. Под шапкой густых волос он нащупывает что-то влажное и тяжело сглатывает, когда чувствует металлический запах крови. К его счастью и их счастью Тихёна рассечение неглубокое, скорее просто царапина поверх внушительной шишки. «Ким Тихён!» рычает он, вытирая пальцы о его футболках. «Ты мне по гроб жизни обязан!» Он встает, направляясь на кухню и доставая из холодильника пакет замороженных овощей. Потом он берет полотенце, сует его под прохладную воду и возвращается к лежащему на грязном полу парню. Осторожно потеряв затылок от сукровицы и крови, он прикладывает к нему влажный от конденсата пакет и похлопывает одной рукой Тихёна по щеке. Он глубоко дышит ртом, чтобы его не стошнило, и мысленно проклинает Тихёна за то, что тот заставляет его проходить через это. «Проснись и пой!» тянет он. «Дебил тупой!» Тихён стонет, его ресницы подрагивают, когда он приоткрывает глаза, мутным взглядом натыкаясь на возвышающего над ним Хасока. Хасок ослепительно улыбается, грубовато хватая его за плечи и помогая сесть. «Чунгук!» хрипит Тихён, и Хасок закатывает глаза. «Меня зовут Хасок! Спасибо, что помнишь!» язвит он. Обхватив его ладонь, он подносит ее к его затылку, заставляя самостоятельно держать пакет с начинающими таять овощами. «Че тут произошло?» Тихён скулит от боли, морщась, когда пытается подняться. Вредный Хасок, прислонившись к противоположной стене, складывает руки на груди, наблюдая за его стараниями. Когда Тихён третий раз съезжает вниз, не в силах удержаться на ногах, Хасок тоскливо взглядывает, хватая его за руку и дергая наверх. Тихён стискивает зубы, пока они идут в гостиную, где Хасок скидывает его на диван. «Итак!» вновь начинает он, не обращая внимания на его скривившуюся гримасу. «Где Чунгук?» Тихён крупно вздрагивает, поднимая на Хасока полный боли взгляд. «Они забрали его!» Его голос надламывается, и он прячет лицо в подрагивающих ладонях. Остаток предложения звучит глухо. «Они избили нас и забрали его!» Хасок кусает нижнюю губу, глядя на сгорбившегося парня и размышляет. «Чё ты хочешь сделать?» Наконец спрашивает он, и Тихён скидывает на него неверящий взгляд, как будто удивляется, что Хасок может не знать ответа. Хасок, конечно, знает, но он просто понадеялся, что ударом по голове Тихёну вернули мозги на место. «Поехать за ним!» Без сомнения выпаливает он, и Хасок вскидывает бровь скептически хмыкая. «Очевидно, что мозги вышибли последние!» «Куда?» интересуется он, и ему даже становится немного совестно от того, как быстро тускнеет лицо Тихёна. «Вдруг они отдали его юнги?» «Вдруг они уже заключили договор?» Тихён тут же качает головы, поднимаясь и немного пошатываясь. Хасок сдерживает желание броситься к нему и поддержать, чтобы он не упал. «В конце концов, вряд ли ему удастся убедить Тихёна отпустить Чунгука, значит, ему нужно прийти в форму в максимально короткий срок». «Они приезжали всего пару часов назад», твердо говорит Тихён, бросая взгляд на наручные часы Хасока. «Как будто может разглядеть на них цифры. Я не думаю, что они сообщат юнге об этом сразу. Им нужно время, чтобы доехать до места, и...» Тихён перебивает его Хасок, подходя к нему. Тихён скидывает на него потерянный взгляд. Хасок никогда не видел его таким, таким несобранным, таким рассеянным, словно он впал в спячку на долгие сто лет, а теперь проснулся в другое время и совсем ничего не понимает. Его губы подрагивают, плечи пробивают дрожь. Хасоку по-настоящему вообще не стоит в это вмешиваться. Ему плевать на Чунгука и на то, что с ним будет. А если Тихён хочет рисковать свои задницы ради него, то это исключительно на него проблема. Но это в какой-то степени вина Хасока, что их нашли. И Хасок все еще жаждет всадить в Льхёна парочку пуль за подставу с врачом. И за нам Джуна, которого они напугали едва ли не до смерти, поэтому он все еще здесь. Но он не может не попытаться образумить Тихёна. Есть отличный план. Забить и оставить Чунгука. Тихён открывает рот, чтобы возразить, и Хасок стремительно продолжает, не давая себя оборвать. Они свалили и оставили тебя живым. Ты выполнил свое условие. Чунгук вернется к Юнги, а твоя жизнь вернется на круге своя. Ну круто же, разве нет? Мы просто потом разберемся с Ильхёном отдельно, вот и все. Пользуйся тем, что теперь вы оба свободны. Тихён смотрит на него несколько мгновений, не моргая, а потом твердо качает головой. Моя жизнь никогда уже не станет прежней, говорит он тихо. Я должен и тихо идти. Он разворачивается в сторону двери, но Хасок хватает его за запястье, подталкивая в сторону дивана. Тихён начинает упрямиться, и Хасок раздраженно шипит. Быстро сел, пока я тебя не усадил силой. Тихён колеблется, видимо оценивая ситуацию, а потом решает, что в своем состоянии вряд ли сможет оказать достойное сопротивление, и послушно садится, буравя Хасока злым взглядом. Последний не обращает на это внимания, доставая телефон и набирая своего знакомого. «Сока!» Жизнерадостный голос Джимина бьет по ушам, и Хасок морщится, чуть отзвета двигая трубку от лица. «Ну, сколько лет, сколько зим!» «Привет, Джимин!» Дружелюбно приветствует его Хасок, хотя выглядит в этот момент так, словно не прочь сблевать на ботинке того самого Джимина. «Как жизнь?» «Всю так же страдаю от разбитого тобой сердца», с притворным огорчением вздыхает он. «Брось, Джимина!» неловко смеется Хасок. «Я твое сердце не трогал, ты и сам себе его разбил». Они еще какое-то время обмениваются стандартными любезностями, которые Хасоку нахрен не сдались, но которые помогут растопить Джимина. А потом он приходит делать, чувствуя на себе полный сомнений взгляд Тэхёна. «Джимин, слушай, ты ведь все еще работаешь на Минь Йонгги?» спрашивает он, и глаза Тэхёна расширяются. Хасок салютует ему. «Рискую своей задницей каждый день», притворно вздыхает Джимин. «Они оба знают, что Джимин ничего в этой жизни не боится. А что?» «У меня тут есть информация о том, что он собирается заключить договор», начинает говорить Хасок, и Джимин смеется. «Ху, да, тут настоящая паника из-за этого», отсмеявшись хмыкает он. «Мне было сложно узнать об этом, они действительно держат все в секрете, но господин Минь сейчас как будто не в себе. Вообще ни на что внимания не обращает, так что я знал, что меня не поймают. Ты хочешь знать что-то конкретное? Докажи услугу», мягким соблазнительным голосом говорит он. «Все что угодно для тебя, Сока». Тут же отзывается Джимин, и Хасок с трудом сдерживает ликующий возглас. «Что ж, на Джимине это работает безотказно. Нужно знать место встречи и время». Джимин задумчиво мычит трубку, размышляя несколько мгновений. Все это время Хасок смотрит в глаза горящему от нетерпения Тихену. «Ну надо же, у человека тело едва ли слушается, заплаток больше, чем целая кожа, а он готов хоть на своих двоих добираться, какой бы адрес ему ни назвали». «На рассвете собирается», тише говорит Джимин. «Один. Никто больше не поедет. Адрес я не знаю. Они обговаривали это лично. У меня никакой информации об этом нет». Хасок чуть паникает, но старается, чтобы голос не звучал огорченно. «Спасибо, Джимина», благодарит он. «Я у тебя в долгу». «Свидания было бы достаточно», намекает Джимин, и Хасок закатывает глаза. «Только после того, как попросишь разрешение у Намджуна, насмешливо тянет Хасок, отключаясь». Тихен тут же вскакивает, кусая губу, так нервно, что вот-вот ее прокусит. «Он едва не скулит от отчаяния». Хасок убирает телефон в карман, протягивая ему раскрытую ладонь. «Дай свой телефон». Тихен ничего не понимает, но послушно протягивает смартфон Хасоку, не задавая вопросов. «Какой хороший мальчик». Хасок заходит в контакты, находит Ильхена и указывает кивком головы в сторону коридора. «Пошли в машину». Они выходят из квартиры, в которой Тихен вряд ли когда-нибудь еще вернется, и садятся в машину Хасока, припаркованную почти у подъезда. «Ты бы еще внутрь заехал», ворчит Тихен, и Хасок раздраженно дергает рукой, призывая его заткнуться. Он тянется к заднему сиденью, доставая планшет и включая его. «Может, скажешь, что ты делаешь?» «Отслеживаю нашего общего друга». По его номеру телефона рассеянно отзывается Хасок, сосредоточенно щелкая пальцами по экрану. Тихен откидывается на спинку сиденья, вздыхая. «Это возможно?» «Ну вот сейчас узнаем». Воцаряется тишина, разбавляемая только бормотанием Хасока. Тихену кажется, что с каждой прошедшей секунды его шанс найти Ченгука уменьшается. Он понимает, что Хасоку нужно просто довериться. Хасок знает, что делает, но он не может успокоиться. Если он потеряет Ченгука, только его обретя, он утыкается лбом в стекло, стараясь не думать об этом. Он не потеряет его, просто не сможет. Он сделает все, чтобы его спасти. Вдруг раздается победный возглас Хасока, и Тихен вздрагивает, поворачиваясь к нему. «Получилось!» счастливо сообщает Хасок, вбивая адрес в навигатор. «Так что, мой принц, в добрый путь!» Тихен качает головой. Хасок, конечно, умный парень, но иногда тот еще придурок. «Объясни мне план!» просит Тихен. Хасок обгоняет едущий перед ними фольксваген, нажимая на педаль газа. Он выглядит расслабленным, но его глаза сосредоточенно блестят, а на изящных ладонях, сжимающих руль, резко выделяются темные вены. «Я очень благодарен за то, что ты считаешь, будто у меня чертов компьютер вместо мозга», хмыкает он. «Но неужели ты думаешь, что за те десять минут, которые мы едем, я успел продумать план?» «Так ты приготовил план?» «Сделанным равнодушием», спрашивает Тихен, потому что, честно говоря, он уверен практически на сто процентов, что план в голове Хасоку уже готов. У него действительно чертов компьютер вместо мозга». «Черт, да, план готов», хохочет Хасок, а потом матерится себе под нос, когда его подрезает черный Мерседес. Обгоняя его, он показывает средний палец за тонированное окно, даже не поворачивая головы. «Джимин, мой старый знакомый», Хасок слегка морщит аккуратный нос, не обращая внимания на то, как нервно Тихен барабанит пальцами по ручке машины. «Ехать им долго, даже на той скорости, которую держит Хасок, поэтому с рассказом можно не торопиться». «Мы спали с ним несколько раз до того, как я начал встречаться с Намджуном и пару раз во время этого». «Ты изменял Намджуну?» без особого интереса спрашивает Тихен, глядя на смазанный пейзаж за окном. «Они давно выехали за черту города, и ему гораздо важнее знать, куда они едут и как будут действовать, но Хасока лучше не злить, пока руль в его руках». «Нужно было для дела» небрежно пожимать плечами Хасок. «Очевидно, Намджун об этом либо не знал, либо старался не думать». «Джимин работает в компании Юнги, и по части сбора информации ему равных нет. Мало кто знает о том, какими данными он владеет, поэтому особой утечки там не бывает». «Но я знаю. Правда, стараюсь часто не пользоваться». «Плата высокая», хмыкает Тихен, и Хасок бросает на него раздраженный взгляд. «Я бы смирился, если бы он просто засаживал меня, но ведь он постоянно пытается предложить мне встречаться», брезгливо кривится Хасок. «Информация в наши дни – вещь ценная, и 15 минут за нее не самая высокая плата. К тому же Джимин довольно неплох собой, и он действительно, мать твою, втюрился в меня, ты прикинь? Просто у меня другие стандарты». «Под которые подходит только Намджун?» Хасок широко улыбается. «Только он». Тихен мычит в ответ, давая понять, что услышал. «Раньше он не понимал этого, не понимал их любви, все думал, что это невозможно, так безгранично любить только одного человека. Хасок и Намджун были разными настолько, насколько могут различаться люди. И Тихен спорил с сам собой, делал ставки, когда они расстанутся, но проходили годы, а они все так же были душа в душу. Наемник и врач. Просто смешно. Но теперь Тихен понимает, у него тоже свои стандарты, под которые подходит только один человек». «В общем, я знаю», — вновь начинает Хасок, «куда они повезли Чонгука. Это большой заброшенный ангар за чертой города, там два этажа и несколько запасных выходов. Его давно должны были разрушить, но наша бравая мафия делает все, чтобы его не тронули. Но, понимаешь, местечко довольно удобное, чтобы людей пытать, и сделки всякие кровью подписывать». Хасок коротко смеется, хотя Тихен не видит в этом ровно ничего смешного. Ему бы подробный план ангара, точную информацию о том, сколько человек там будет, кто будет вооружен и чем. И он справился бы и с целой дюжиной шестерок Ильхена. Тем более с учетом того, что с ним будет еще и Хасок. Они вдвоем могут положить целый отряд. Годы совместной работы, природная ловкость и меткость, владение информацией и точный план, чем не идеальная команда. Вот только информации у них нет. План только тот, что придумал Хасок. А Хасок все-таки не машина, чтобы придумать что-то стопроцентно успешное, без основных данных. Ловкость и меткость Тихена сейчас оставляют желать лучшего. Голова гудит, как будто в нее горящих опилок носовали. Рука ноет. Такое чувство, что швы под слоем бинта решили разом разойтись. Они не знают совершенно ничего, понятия не имеют, сколько человек Ильхена задействовано, сколько из них вооружено, какие позиции они заняли в ангаре. Неизвестно, стоит ли доверять дружку Хасока, действительно ли Юнги приедет на рассвете. Или он уже давно забрал Чунгука, и ловить им больше нечего. Они едут в абсолютную неизвестность. Все равно, что прыгать в яму, которая с вероятностью 80% кишит гадюками. Там есть вход с крыши, тем временем продолжает Хасок. И один тайный вход, неизвестный далеко не всем. Я пойду через него, ты идешь на крышу. С нее есть спуск на второй этаж. Вряд ли кто-то будет зависать на втором этаже, а с него первым просматривается очень хорошо. Убираем первых, кого встретим. Привередничать будет не время и не место. Твой пистолет с глушителем? Тихен кивает. Хасок улавливает его, кивок краем глаза. Он серьезный, теперь уже не до шуток. Когда Хасок начинает работать, по-настоящему мало кому удается уйти живым. Есть винтовка на заднем сидении, ты возьмешь ее с собой. Мне она без надобности, размеренно говорит он. Если ты будешь стрелять со второго этажа, тебя заметят раньше. Как только тебя заметят, мочи всех из винтовки. А что делать, если там будет Чунгук? Сипло интересуется Тихена самым важным. Хасок громко цокает, показательно закатывая глаза, и Тихену хочется его треснуть, потому что они летят со скоростью по двести, и будет не очень круто, если зрачки Хасока прилипнут к затылку. Тебе, мать, твою смерть на пятки наступает, а ты боишься, что твой благоверный увидит, как ты из пистолетиков плохих дяденек стреляешь? Язвит он. Ты тоже не любишь, когда Намджун застает тебя за работой. Спокойно парирует Тихен, и Хасок скалится. Мой благоверный знает, чем я занимаюсь, и ангела из себя не строит. В любом случае, разом обрывает все готовящиеся возражения Тихена он. Я не думаю, что они будут держать Чунгука в главном помещении. Он будет в задних комнатах, и как только мы убедимся, что всех положили, мы пойдем его искать. Я припаркуюсь далеко в лесу, чтобы машину не засекли. Если Юнги приедет раньше, или люди Ильхена будут стоять снаружи. Из какого бы выхода ты не вышел, направляйся к лесу. Он за ангаром. Если ты найдешь Чунгука раньше, бегите туда оба и ждите меня. То же самое, если я найду его. Тихен кивает, разминая пальцы и стараясь не морщиться от стрельнувших вверх по раненной руке боли. Сейчас не до этого. Возьми в бардачке микронаушники, приказывает Хасок, и ровная дорога в этот момент сменяется на бугристую тропу. Становится темнее, они заезжают в лес, и Хасок отключает фары. Тихен достает микронаушники, тут же пихая один в ухо и прикрепляя микрофон к цепочке, которая прячет за воротом футболки. Хасок останавливается, и из-за деревьев становятся видны смутные очертания огромного ангара. Сначала обойдем его по периметру, решает Хасок, закончив скрепление микрофона и проверив, заряжен ли пистолет. Тихо уберем тех, кто будет стоять на стреме. Потом ты вернешься к задней части ангара, с него поднимешься на крышу. Дальше, как условились. На зачистку отведем минут двадцать. Лучше нам не растягивать. Как только ты видишь, что никого на горизонте нет, тут же сообщаешь мне, и потом идешь искать Ченгука. Понятно? Хасок усмехается Тихен, чувствуя, как приятный знакомый адреналин начинает течь по венам, когда он берет в руки винтовку. Я, может, и ударился головой, но я не дурак, я все понял. Хасок мыкает и бормочет что-то вроде «ну-ну», а потом открывает дверь машины и скрывается в темноте леса, оставив ключ внутри на случай, если Тихен вернется раньше. Тихен медлит пару мгновений, вдыхая и выдыхая, стараясь абстрагироваться от боли и сосредоточиться на том, что нужно сделать. Найти Ченгука и убить Ильхена. Он кивает сам себе и окунается в живительную прохладу улицы. Убивать легко. Все равно, что играть в стрелялку на компьютере. Тихен давно привык не воспринимать это близко к сердцу, не думая о том, что у этих людей могут быть жены, дети, это чьи-то любимые сыновья, чьи-то старшие братья. Для него это прежде всего цель. Если эти люди здесь, значит, они не были хорошими. Играли за команду противника, значит, их нужно убрать. Он отключает чувства, превращается в простого персонажа, которым будто управляет кто-то другой. Ему удается остаться незамеченным, потому что ребята Ильхена здорово расслабились, не ожидая никакой опасности. Что ж, он плохо их тренировал, потому что опасность, если видно, может прийти откуда угодно. В их случае она пришла сверху. Со второго этажа открывается отличный обзор. В центре помещения стоит стол, предназначенный, наверное, для заключения договора. Вокруг него сгрудились пятеро крепких мужчин, попивающих пиво и совершенно не обращающих внимания на происходящее. Поначалу Тихен хочет просто расстрелять их из винтовки, но замечает людей. На втором этаже, на лестнице и у дверей на первом. Поэтому он, пряча за выступающими балками, стреляет в них из пистолета с глушителем. Те падают на пол с глухим стуком, и Тихен убивает тех, кто замечает это раньше, чем те успевают поднять панику. Тихен мысленно считает. Трое, четверо, пятеро. И это еще не считай тех, кто сидел за столом. Они действительно глупцы, громко хохочут, расплескивая пиво во все стороны, кричат и рубятся в карты, пока их напарники умирают один за другим. Ильхен действительно трус, думает Тихен, мысленно усмехаясь, когда ему на лицо брыжут капли крови. Жертва оказалась слишком близко. Притащил сюда несколько десятков солдат, только чтобы Юнги в гордом одиночестве поставил подпись на бумаге. Он отключается, не думая больше ни о чем, действует на инстинктах. Он знает, что он здесь ради Чунгука, только ради него, но даже это остается где-то на задворках мозга, мутной целью. Чунгук был против убийств, против любого насилия, но у Тихена просто нет выхода. Он привык убивать. И это часть его, и если для спасения Чунгука ему нужно убить, он убьет. Одного человека, десять, двадцать, целую сотню. Тихен останавливается, когда замечает, что больше никто не двигается. Стирает чужую подсохшую кровь с лица рукавом и напряженно оглядывает помещение. Он так погрузился в это, в четкие выверенные движения, в короткие бесшумные выстрелы, что невольно забыл о боли и о том, что это не заказ и не работа. Ему нужно быть осторожнее. Остаются только те люди за столом. Тихен достает из-за плеча винтовку и прицеливается. Я закончил, и у меня для тебя сюрприз. Раздается в ушах полный экстаз голоса Хасока, и Тихен скалится. Салют! Кричит он и делает пять четких выстрелов до того, как хоть один из поплывших пьяных боровов успевает двинуться. Он смеется, закидывая винтовку за спину и быстро спускается по лестнице, перепрыгивая по две ступени сразу. Хасок, ты где? Коридор в левую сторону, третья дверь, говорит Хасок, и Тихен приспускает в нужную сторону, надеясь, что там будет Чунгук. Его сердце бьется все быстрее и руки уже покалывают от желания прижать любимого к себе. Но в распахнутой двери он видит совсем не Чунгука. В углу комнаты, вытянув ногу и свесив голову на бок, на полу лежит мертвый Джиху. Тихен видит заяющую дырку от пули прямо в центре его огромного лба. Изумленно присвистнув, он переводит взгляд на стоящего чуть в стороне Хасока, растянувшего губы в торжествующей ухмылке и скулящего у него в ногах Ильхена. Вау! Восхищается Тихен, хотя часть его немного разочарована тем, что вместо любимого мальчика он встречает это отребье. Решил, что ты сам захочешь расправиться с ним, пожимать плечами Хасок, отходя и уступая место Тихена. Тихен кивает ему, действительно чувствуя благодарность. Он просто обязан угостить Хасока ужином после всего, что произошло, или десятью, учитывая размер помощи, оказанной им. Тихен присаживается на хорточке перед Ильхеном, чувствуя почти животное удовольствие от того, с каким страхом тот смотрит ему в глаза. Он будет ненавидеть себя за это удовлетворение позже. Ему будет стыдно за него перед собой и перед Чунгуком, но сейчас, сейчас он не может этому противостоять. Все любят месть, особенно, когда мстить есть за что. Стоит вспомнить, как Ильхен размашисто бьет Чунгука по лицу, и гнев поднимается вверх по глотке Тихена, извергая злыми словами. «Знаешь, я редко ненавижу кого-то», цедит Тихен, «но тебя...» «О, знал бы ты, как сильно я тебя ненавижу!» «За то, сколько подростков ты погубил ради денег, за то, что ты заставил меня убить невиновного человека на глазах у его детей, за то, что ты посмел сделать больно Чунгуку». Тихен склоняется ниже, и Ильхен отползает, глядя на него огромными от страха глазами. Его уродливое лицо покрыто кровью, и хотел бы Тихен обладать чувствами, тогда бы, возможно, Ильхен избежал мучительной смерти, но в Тихене нет милосердия. Никогда и не было. «И я бы не дал тебе умереть так просто», вкратчиво произносит Тихен, не отводя от него взгляда. Он облизывает губы чувства приискус крови на языке. «Я бы срезал с тебя куски кожи, пока ты все еще в сознании». «Я бы выдергивал твои ногти по одному за каждую отнятую тобой жизнь. Неплохо, правда? Я бы убил тебя до тех пор, пока бы ты не забыл свое имя». Ильхен почти задыхается, Тихен видит, как судорожно вздымается его грудная клетка и чужой страх пропитывает его изнутри. Он вспоминает, как Ильхен смотрел на него, свысока, как на грязь под ногами. «Тебе повезло, что у меня нет на это время». Он поднимается. «Последнее слово». Он слышит смех Хасока и переводит на него вопросительный взгляд. Хасок пинает к нему что-то и Тихен прищуривается, а потом кривится в отращении его язык. «Серьезно?» выгнув бровь, интересуется он. «Интересно, а как Хасок со своей гемофобией умудрился отрезать ему язык и не свалиться в обморок? Когда он начал убивать, ему просто отшибает мозги». Хасок ухмыляется и дергает плечом. «Ну, чтобы он не орал!» Тихен хмыкает и вновь поворачивается к трясущемуся Ильхену. «Тебе стоило убить меня тогда в квартире», говорит он ему, прежде чем выстрелить в его руку. Ильхена выгибает и слышится хруст позвоночника. «Тебе не стоило бить Чунгука на моих глазах», продолжает он, стреляя во вторую руку. Ошметки кожи и крови окрашивают стену. Ильхен похож на гусеницу под его ногами. Лицо Тихена не выражает эмоций, когда он перезаряжает пистолет и делает третий выстрел в ногу. «Жадность. Одно из семи пороков. И гореть тебе вечно в аду». Он видит краем глаза, как Хасок насмешливо качает головой и растягивает губы в ухмылке, стреляя в другую ногу. «Круто?» «Круто». И он стреляет в последний раз. «Прямо проповедник», язвит Хасок, перешагивая через Ильхена и направляясь к выходу. «Можно подумать сам, святой». «Мне есть кому исповедаться», парирует Тихен, выходя вслед за ним. «Я направо, ты налево», говорит Хасок. «Постарайтесь не съесть друг друга, нам нужно бежать как можно скорее». Тихен показывает ему средний палец, прежде чем пойти в нужном направлении, открывая каждую дверь и обводя глазами пустые грязные комнаты. Всякий раз его сердце позорно замирает, как будто не он только что убил около 20 человек, не моргнув и глазом. И всякий раз он чувствует кислый привкус, разочарование, когда комната оказывается пуста. И когда последняя комната оказывается пуста, несмотря на то, что он возлагал на нее большие надежды, потому что возле нее валялось два тропа, он уже собирается связаться с Хасоком, как вдруг слышит тихий склип из угла, которого не видно за открытой дверью. «Чонгук?» неуверенно зовет он, шагая внутрь, и потом отшатывается, потому что в него врезается крепкое тело. Он вздыхает знакомый запах, запах Чонгука, и оборачивает руки вокруг его тонкой талии, не обращая внимания на боль в ране. Вжимает его в себя волчонок. Чонгук дрожит и тяжело громко дышит, обнимает Тихиона с такой силой, что едва может сделать дох. «Ты пришел со мной!» почти не веряще бормочет он ему в шею. «Ты пришел! Правда пришел!» Тихиона тыкается лицом в его волосы, чувствуя, как внутри все успокаивается. Адреналин, желание убивать, жестокость, все исчезает без остатка. Облегчение затапливает его такой мощной волной, что ноги подкашиваются. Чонгук рядом, он цел, он жив, и Тихион любит его так сильно, и что все остальное отходит на задний план. «Тихион?» раздается в наушнике голос Хасока, который мгновенно отрезляет и напоминает, что рано расслабляться. «Ты нашел его?» «Да», отвечает Тихион на выдохе, чуть остраняя Чонгук от себя и вглядываясь его бледное лицо. На скуле у него налился синяк, а бровь рассечена, но в целом он в порядке. Он проводит кончиками пальцев по ране, и Чонгук ластится к его руке, глядя на него огромными яркими глазами. «Он со мной. Мы выходим». Чонгук смотрит непонимающе, но вопросов не задает. «У тебя кровь», вместо этого, говорит он, обеспокоенно, сводя брови к переносице. «Она не моя», криво ухмыляется Тихион, внимательно взглядываясь в его глаза, но в них ни на мгновение не мелькает презрение, отвращение или страх, только облегчение. И он, не удержавшись, прижимается губами к нежным губам Чонгука. Тот тут же подается вперед, но Тихион отстраняется огромным усилием воли. Нужно бежать. Чонгук кивает, переплетая пальцы с Тихионом, и они вместе покидают комнату. К их счастью, выход находится в двух шагах от них, и они выбегают на улицу, перебегая узкое пространство, поросшее травой, чтобы добраться до машины. Тихион крепко держит Чонгука за руку, и это все кажется таким естественным. Быть рядом, бежать рядом, держаться друг за друга. Другого варианта нет, другого исхода не может быть. Есть они с Чонгуком. Отдельно их не существует. Теперь нет. Они добираются до машины, и Тихион замирает, слыша в микронаушнике что-то странное. «Хасок», — зовет он, когда они останавливаются в авто. «Мы на месте ждем тебя». Он ждет его ответа, но вместо этого слышит другое. То, от чего кровь стынет в его жилах. Он слышит выстрел. Хасок слышит, как Тихион находит Чонгука и облегченно выдыхает. Выход, которому ему нужно, находится в другом конце ангара, и ему бы поторопиться, но он достает телефон и видит сообщение от Намджуна. Решив, что свободная минутка у него есть, он вытирает потную ладонь от джинса и разблокирует телефон, медленно двигаясь по коридору. «Я приготовил ванну для нас и заказал пиццу. Жду тебя». Хасок улыбается, печатая в ответ привычное, но не приевшееся «люблю тебя» и слишком поздно слышит шаги за спиной. Хасок успевает только вскинуть руку с пистолетом, развернувшись, как получает пулю прямо в запястье и болезненно ухает, выпуская оружие. Прижав ее к себе, он чувствует, как одежда пропитывается кровью и боль оглушает его, лишает возможности ориентироваться в пространство. Он... Но даже так, он старается держать лицо, умирать так с улыбкой на губах. «Мин Юнги», сжав зубы, чтобы не стонать от боли, приветствует он его. Не ожидал встретить легенду лицом к лицу. «Где Чунгук?» прямо спрашивает Юнги, направляя на него пистолет. «Честно говоря, он выглядит очень хреново, просто ужасно. Почему-то это радует Хасока». «Прости?» Он делает вид, что задумывается, укачивая раненую руку и гадая про себя, каков шанс, что Юнги не убьет его. «Все знают, что у Мин Юнги нет сердца, кроме того, что держит в своих руках Чунгук. Хасок ненавидит этого пацана». «Чунгук?» «Это кто?» «Впервые слышу, честное слово. Знаешь, я тут зашел знакомых проведать, парочку долгов вернуть, но Чунсука среди моих знакомых нет, рукой клянусь, хотя, погоди, руки-то у меня, судя по количеству крови, скорой не будет». Он смеется, но на изможденном лице Юнги не отражается ни одна эмоция. Даже губы не дрогнут. «Чунгук», цедит он, едва разжимая губы, «говори, где он, или я убью тебя». Хасок болезненно улыбается, слыша в микронаушнике голос Тихена. Тихен наверняка все слышит, он надеется, что они с Чунгуком уже едут в город, он надеется, что у них получится. «Хасок, скажи ему правду, мы что-нибудь придумаем». Если он скажет правду, не выберется живым никто из них. Хасок никогда не был благородным, но и дураком он не был и не будет. «Только не в этот раз». «Ты знаешь», говорит Хасок, как будто Юнги, но на самом деле он обращается к Тихену. «Мой парень, Намджун, сейчас ждет меня дома». Юнги смотрит на него равнодушно. Даже Толике у удивления не мелькает в его глазах. Хасок сглатывает ставшую внезапно горькой слюну. Ему почему-то хочется плакать. Он думает о Намджуне, который набирает сейчас для него ванную. Ждет, пока приедет доставщик пиццы. Наверное, он придирчиво оглядит ее прямо при нем, чтобы на ней не было ни единого кусочка мяса, потому что Хасок – вегетарианец. Убийца, но вегетарианец. Смешно. Он думает о том, как Намджун улыбается при мысли об их совместном времяпрепровождении. «Даже пустья столько лет они умудряются скучать друг по другу, стоит только провести день раздельно». О, знал бы Намджун, как Хасок сейчас скучает по нему. Он бы не пожалел своей жизни, если бы ему позволили увидеть его улыбку в последний раз. Он думает о том, что они так и не собрались завести собаку. Все отнекивались отсутствием времени. Он думает о том, как ощущались руки Намджуна на его теле, какими были его губы на вкус. Сейчас, стоя перед дулом пистолета, он полон любви к своему человеку, и единственное, о чем он жалеет, это о том, что им было отведено так мало времени. «Он очень любит меня», продолжает Хасок, и его голос позорно дрожит. «И я люблю его. И я хочу, чтобы он жил спокойно и счастливо, даже если меня рядом не будет. Хочу, чтобы он справился со всем. Он сильный, он сможет, я верю в него. Пиццу ему придется съесть самому, хотя он не любит, когда в ней нет мяса. Он заказывает без мяса ради меня. А где Чунгук?» Хасок усмехается, слизывая соль с губ. «Черт, он что, начал плакать?» Он дыхает побольше воздуха, вглядываясь в безучастное, будто кукольное лицо Юнги, для которого он не более, чем помеха на пути. Он убьет его так же безжалостно, как Хасок убивал людей Ильхиона. За все нужно платить, не так ли? Видимо, пришла очередь Хасока доставать кошелек. «Где Чунгук, я понятия не имею». Юнги нажимает на курок. Убивает его. Просто пешку в своей игровой доске. Чего-то друга, чью-то любовь. Техен каменеет, не в силах двинуться с места. Сердце глухо бьется о ребра, и он должен каким-то образом осознать, что сердце Хасока не бьется теперь совсем. Там, в этом ангаре, он получил пулю за то, что помог Техену вернуть Чунгука. Он чувствует, как Чунгук дергает его за руку и переводит на него стеклянный взгляд. «Он убил Хасока», произносит он пересохшими губами и сам не верит в то, что озвучил. Глаза Чунгука испуганно распахиваются. Юнги убил Хасока. Чунгук закусывает губу и прерывисто вздыхает. «Точно? Ты уверен, что он мертв?» Техен кивает. «Вряд ли Юнги промахнулся. Вряд ли для него это имело значение». «Тогда нам нужно бежать», умоляюще, заломив брови, выпаливает Чунгук. «Техен, ты слышишь?» Но он не может совладать собой. Он смотрит на ангар, в котором сейчас лежит тело Хасока. Он никогда не считал его другом, но какой друг бы умер, чтобы Техен мог остаться жив? А Хасок? Хасок умер. Чунгук влюпляет ему отрезляющую пощечину с неожиданной силы, подталкивая к машине. Техен моргает несколько раз, чувствуя, как сжимается горло и садится внутрь, не сразу понимая, что сел на пассажирское. «Я поведу», – решительно говорит волчонок, усаживаясь рядом и заводя автомобиль, практически сразу двигаясь с места. «Говори, куда ехать». «Хочу, чтобы Намджун справился со всем», – слышит он в голове последние слова Хасока. Он тянется к телефону и вбивает нужный адрес навигатор и устанавливая его на приборной панели. Чунгук бросает на Техена быстрый взгляд, но ничего не говорит, вдавливая педаль газа в пол. Не говорит, что ему жаль, не говорит, что ему страшно. Знает, что Техену нужно осознать все самому. А Техен начинает плакать. И он не знает, правда, понятия не имеет, как сказать Намджуну, что теперь ему не обязательно заказывать пиццу без мяса, потому что теперь ее некому есть. И на сегодня это все, друзья. И у меня нет слов. Это я не знаю. Я думаю, что вы даже почувствовали, что я даже читала эту главу абсолютно безэмоционально, потому что я не могла передать эмоции голосом, тогда бы меня разорвало нафиг, потому что такие эмоции внутри бурлят. Это ужас. Сложное, сложное, тяжелое. Но, но мы же с вами знаем, что это придуманная история. Это всего лишь фанфик. Да, нервы нам щекочет этот фанфик. Ну а что делать? Продолжение следует. Не хочу больше пока ничего комментировать. Я под впечатлением. Ну а теперь техническая информация. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Просто откройте описание под видео. И там будет ссылка на мой второй канал с озвучками. На бусте, на котором 33 фанфика мной озвучены, которых нет и не будет на ютубе. Там же находится ссылка на мой влоговый канал и на мои соцсети. И на чатик в телеграм-канале, где мы с девочками на связи 24 на 7. Все это находится в инфобоксе в описании под видео. Ну а с вами была Маруся. Совсем скоро встретимся. Не забудьте подписаться на мой канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok